я приветствую всех и каждого с вами body здесь с нами большой серый страшный бородатый перевязанный рукой волк мы продолжаем проходить the woofer man as эпизод 4 в овечьей шкуре после небольшого перерыва после записи предыдущей серии сажусь снова поиграть можно сказать немножко с новыми силами и в принципе помню все что происходило я думаю вы помните тоже поэтому немыжества лукаво отправляемся к чудовищу и красавицы выяснять какого хрена не назначили нам эту встречу мы слышали в конце прошлой серии голоса они выясняли какие-то свои отношения но это нормальная тема для семейных и несемейных пар тук-тук поможет просто откроем дверь не ладно мы все-таки воспитанные интеллигентные волчары а ты чё хочешь ну и чё просто ходишь и стучишь по дверям но вообще-то вы меня звали говорю я или красавица меня звал а чё б я тебя звал слушай у меня дерьмовенькая ночка была ты думаешь ты один такой я не хочу здесь выяснить отношения мне было что сказал что вы звонили мне чтобы со мной поговорить я не звонил может быть красавица она меня удивляет последнее время вообще жестко можно мне нет так же как и ты бигби шаришься тут секретики у тебя какие-то ты все-таки хреновенький да человек я не хочу чтобы ты рядом с ней там кто вообще я могу поговорить сбилась с красавицы позови ее а что это безопасно отворачиваться к тебе спиной ну его можно понять ему носопорку начистили совсем недавно это твой дружище бигби привет извини меня на минуточку пожалуйста могу я поговорить с тобой лично давай так они пошли говорить а я пока смотрюсь у них квартире квартирки у них довольно уютно такие викторианские стиле так выбрать нам пока нечего тупо проходим но судя по всему у меня самые маленькие апартаменты в этом городе чё пойдем наверное по часовой как мы обычно смотрим с вами комнатки розочка я совсем не говорю про разбитую наполовину бутылку так чай мне не нальют мне тут не особо рады камин блин люблю камины и прикольный подоконник да на котором можно сидеть и смотреть на звезды правда на звезды здесь не посмотришь они упираются в соседнее здание какого хрена подоконник так просто это элемент интерьера ладно что-то я увлекся стилистикой давайте так сказать вещи трогать не потрогал вещь не узнал про нее ничего потрогал вещь а то посмотрели на хорошую грудь дерево тут наверно массив все что ли все что я мог осмотрите только одну вещь извини тяжелая ночь об этом говорят века брака приносят века опыта слушай у вас тут довольно таки богато живете что ты захочешь сказать этим мне интересно что он хотел сказать что ты хочешь сказать зачем вы звонили вы здесь давно живете и никогда меня не вызывали в чем здесь суть чем это связано связано с крысучным человеком я не знала что еще делать мы сами с этим разберемся он просто все усложнит я его позвала сюда я хочу придумать чтобы он нам помог я просто хочу сделать то что лучше для нас я бы хотел вам помочь но вы мне ничего не говорите как я могу что-то сделать я хочу первое выяснить а что если то что мы сделали связано с скучным человеком что если мы разговаривали и все это центруется на нас мы рискуем понимаешь мы видели что произошло когда ты перешел дорогу скучному человеку я не знаю стоит ли это того если ты не дашь им уверенность другие люди тоже в опасности говорю я если у вас есть информация об этом скучном чувачке я хочу ее услышать в другом случае у меня есть другие дела пожалуйста не уходи тогда говорите какого хрена тут происходит чего вы в долгах осмотритесь так люди не живут долгах понимаешь у нас узнаешь только своя атмосферка понимаешь мы не можем просто у нас больше не было выбора потеряли голову у нас не так много работы чё разве было бы хорошо если бы просто выживали я чуть не уловил суть этого диалога ну ладно он не нужен какие-то сумбурные психологически неуравновешенные люди с когнитивным диссонансом привет вы позвонили очень бросается чудовище и мы . занимаемся чем-то сказочным мы можем закончить разговора сначала мне нужно взять трубку послушаем кто им звонит интересненько интересненько дебильное сообщение я приду и сломаю ваши бошки если еще раз услышали это сообщение я давно уже занимаюсь и у вас есть наличка так что платить и давайте так что давайте без твоих упреждений пришло время следующий раз я уже звонить не буду что ты не врубайся они кому-то должны очень жестко я беру зеркал а он уже и бросил сегодня у меня с переводом хреново все о чем беспокоюсь это как я могу найти скучного человека с кем мне поговорить куда мне пойти мимимейшеньки иди в лаки поун там я заняла денег лаки поун там круктом она ты встретишь я слышала что с долгами там все связано когда мне нужны были деньги туда я и пошла я не знал что делать какая джерси ну джерси девил это ублюдка я не думал что и он по ту сторону реки они дают долги и выбивают это нормально для сказок теперь я понимаю что это была ошибка но я не однако так поступил я видела там дровосека у него тоже происходит повсюду я думаю него не так много маркетинговых навыков больше некуда идти сказком понимаешь а как с этим связано кровавой мэри она там было тоже она пыталась нести мне бошку если ты пойдешь туда и разберешься с вещами ладно пойду в лаки поун лаки поун это получается счастливая креветка что ли так возможно иду там сучного человека наделаю там шума и он найдет меня не иди туда судя по всему ты хочешь красавицу вовлечь в проблемы понимаешь магазин мясника наверху тубмон стрит недалеко портали каком-то там я доставлял туда пакеты не так давно суть в том что они для скученного человека и я не думаю что там мясо в этих пакетах понимаешь не нужна была работа мы не думали что такого дойдет и что ты доставлял что вообще там происходит как это связано с оперативной деятельностью скучного человека я не могу тебе сказать но я знаю что это единственная возможность заработать и мне насрать что там в этих пакетах как ты вообще в это все дерьмо вляпался у него были проблемы с холодильниками когда я закончил мэри которая должна была мне заплатить она сказала что я надежный что ей нравится это это единственная работенка который мог подобрать халтурка я не хотел чтобы красавица работала особенно так где так ты делал грязную работку да работа есть работа все что я делал доставлял почту я просто хотел обеспечить красавицу ту жизнь которым она заслуживает нам не нужно жить так как мы живем понимаешь на выживать и никто из нас не должен понимаешь мы когда-то были аристократами мы привыкли к хорошему уровню жизни все что мы хотели обеспечить чтобы жить как дома когда как раньше ты не понимаешь понимаешь бигби а мне это и не нужно понимать понимаешь моя работа не понимать моя работа безопасность фейблтауне и клад попрешься если это все если суть в том что нужно выбрать сторону я бы хотел знать какие стороны ну такой вот игра слов то есть чью сторону выбрать так значит у нас есть два следа у нас есть два следа счастливая креветка мне нравится это название там и возможно найдем скрученного человека или мимо лавка мясника туда доставлялась почта который доставлялась тоже скрученному человеку крукетмен крукетмен покажи мне свой обмен ладно давайте на лаки помн тупо потому что мне нравится это название там я занимала деньги крукетмен управляет этим местом ну-ка обучишу я достал я не думаю что там мясо да ладно они ки-беники ели вареники они ки-беники ели вареники они ки-беники ели вареники мы идем в лаки помн я иду счастливую креветку там слишком много происходит то чего нельзя игнорировать поговорю с джерси как ты только там покажешься ты уже не сможешь выйти там может и ничего не останется надо выяснить это самому так сказать эмпирически я не знаю что ты планируешь делать к скрученным человеком ты как-то можно помочь любом случае ты чё имеешь ввиду может ты как-то просто отпустишь это были бы тебе благодарны как как вы хотите чтобы я его убил что ли не 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 нет конечно я даже не знаю как тебе голову эта идея пришла мы знаем что случаем человек опасен для всех сказок я сделаю свою работу и вам повезло что может быть это решит ваши проблемы спасибо я уверен ты сделаешь правильный выбор но они просят его типа позаботиться и долгах долгах как шелках так если вы креветка это не вру креветка это про он а это по он это жемчужина нет нет что-то я не помню кто-нибудь напишите мне в комментариях так мне нужен твой номер привет бигби здесь вообще-то а ты почему не под чарами а тот почему так тяжело просто следовать правилам но не все могут бегать используя чары и поезд а я без лягушка меня бесит я не понимаю понимаю но мне надо больше времени я не возьму твою пальто понимаешь это ломбард короче я тебе уже выписал чек хорошо это твоя проблема не моя проблема вы можете побыстрее выбирая давайте уже заканчивать я пытаюсь закончится но он все затягивает ну и что ты решил то я не знаю что тебе сказать посмотрим нужен ли синди пальто вот почему я не плачу за эти чары понимаешь твои дебильные правила это твоя собственная вина тот завязывай твоя вина купи машину и не остался купил машину не оставил денег для чар и что случилось этой машина давай-ка вспомним а сломал ее вместе с дровосеком поиграли вы там немножечко чё так напряжен то я не буду переводить эту лягушку он меня бесит прям зеленая козетка в общем смысл такой он хочет сдать ему эту ослиную штуру но ты чувачок который я не помню как зовут ее не принимает ты говоришь о скрученном человеке да это его место да это его лисички ладно я оставлю вас я так понимаю у вас много о чем можно поговорить давай удачи тебе с чарами да отвали ты оставь шкуру а когда доход с себя чар это приобрел у меня не так-то много выбора да я так понимаю дать то думание деньги я дам тебе денег да ты шутишь знаешь сколько вообще стоит чары я никогда не покупал оставь себе деньги шерев здесь нет необходимости благотворительности ты будешь продолжать так ты можешь хоть шляпу одевать побольше а еще разница будет какая-то что между тем и чем ты вообще от кого нас защищаешь то подумай в любом случае я в дерьме заходи в любое время ты всегда можешь поехать на ферму ты чё пришел блин что-то тяжело у меня сегодня с переводом но он говорит о том что раньше ремонтировал трубы эта работа всего лишь работа я никогда здесь не видел спешим человека понимаешь потому что можно сказать он сюда даже никогда не вступал но на него работает кровавая мэри когда я последний раз увидел у нее был топор дровосека еще а последний раз кто-нибудь видел топор дровосека это был ты да ничего такого сюда не приносим ты чё реально из-за этого сюда пришел из-за топора дровосека я буду задавать вопросы здесь же понимаешь хорошо хорошо давай стреляй был ли здесь топор выбираю я может быть здесь есть где-нибудь шкафчик или здесь был топор нет ты уверен я уверен ты чё думаешь я бы не за не заметил большущий топор ну я конечно могу пропускать очевидно а что если я его найду большой мистичный топор но это будет довольно таки магичный трюк слушай мне скоро закрываться поэтому закрываться сегодня середина дня только еще ну чё джойси любит закрываться рано и поговоришь для меня не очень хорошо если он увидит твою ружу здесь понимаешь лучше ты бы как бы физически тут не присутствовал он придет я хочу здесь все проверить для начала это место включено человека и я хочу его найти заткнись джейси девел здесь нету отвечать на вопросы поэтому значит что его здесь нету чтобы мне помешать поэтому я осмотрюсь пока у меня есть такая возможность ну ладно давай только чтобы я тебе не мешал не будешь так теперь подводя итог моему хреновому сурдопереводу и смысл ты конечно улавливал просто что-то у меня пока тяжеловато с литературным предоставлением его в идеальной форме значит это ломбард насколько я понял я считал что паун это креветка потом вспомнил что креветка то про он а паун это что-то очень знакомая версия на языке но я сейчас не вспомню и даже не буду напрягаться вы мне конечно же напишите в комментариях а я посмотрю потом переводчики или где-нибудь еще это ломбард скрученного человека мне нравится это выражение скрученный человек давайте буду просто крукетмен звать мне так будет проще а я думаю вы же и так поняли что это главный злодей пока что на данный момент и мы здесь должны найти следы его присутствия следы присутствия топора дровосека потому что как мы помним из прошлых диалогов кровавая мэри рубила бигби топором дровосека и его топор видели здесь ломбарди улавливаете суть сечете фишку хорошо по часовой стрелочке начинаем с коня безголовым сами безговоры это чё из квартиры крайне что я не дайте туда и выяснить что серьезно жизнь и туда так ну давайте по порядку все смотрим каждая вещь будет связана с какие-то как с какой-то из сказок с каким-то из персонажей сказок это кинжал принца лоренса он чё сдал это сюда я не знаю ты чё не закончил там еще как ты можешь не знать ты здесь работаешь а кто это сдал я здесь вообще-то не каждый день и даже когда я здесь люди иногда коробками все сдаю чем проблема твоя ты даже не знаешь как нам тяжело да я можешь сам шрифом поработаешь а ты даже с кровати не встал это будет риски вопрос ну я понял тебя ну да здесь намекают нам уже из последних диалогов что сказкам всем живется хреново они сдают вещи свои как бы бигби как будто типа не в теме он окунается в это с легкой неизвестностью как я уже сказал каждая вещь принадлежит какой-то какому-то из персонажей так я так понимаю эту кубок у нас а даже без диалога ну тем лучше для нас так что-то он напрягся а топор предыдущий владелец дровосек я общаться думал ты не видел его дровосек сдал топор нет сюда в ломбард джек когда он здесь был кто здесь был дровосек потому что топор был здесь но его нету он его заложил он никогда с ними не прощается я ничего об этом не знаю я серьезно об этом ничего не знаю я не работаю каждый день я сейчас тебя ударю я хочу ударить и так у справа что случилось топором хорошо хорошо да полегче ты полегче это мэри она его забрала все что я знаю все что знаешь ты не знаешь что она чуть не убила меня этой херней прошлой ночью я даже не имею об этом ни малейшего представления почему она хотела этот топор почему она взяла его не играйся со мной муж сам об этом не спросишь думаешь я такой глупый что буду об этом спрашивать лучше рассказывай мне все что я могу тебе сказать я просто на подработке джерси здесь во всей теме понимаешь он работает на скучном человеке и было бы неплохо если бы он был сам здесь чтобы тебе в этом рассказать но его здесь нету джерси не давай мне это дерьмо так джерси приближается судя по диалогу и сейчас по моему будет какая-то заварушка дровосек и джоси тут почему закрыты ворота если тебе нравится такой топор зачем ты его заложила я не закладывал дебил у меня украли его из квартиры игры сказал что он видел вас здесь говорим где он или я тебя все дерьмо вытяну да без понятия дерьмо так я так понимаю это ты джерси да джерси дэвил господи а ты-то кто такой бигби его топора здесь нету нет его здесь нету как я тебе говорил его здесь нету понимаешь рад а ты я не могу поверить что ты вообще здесь показался после того ты сделал с нашими братьями вываливайся отсюда он хотел знать да мне насрать что он хотел у меня для тебя топоры у меня для тебя вопрос все слова уже смешались пока я не дам тебе разрешение ты ничего не будешь делать кроме как отвечая на мои вопросы как твоя рука кровавая мэри хороший след оставил он тебе да ты знал что рано утром бигби присоединился к скрученому человеку так не понял выражение в общем смысл в том что это рыжая очканав пытается задеть бигби и унизить в глазах своих подчиненных рассказ о том что он прикончил одно из братьев я конечно же давайте вы кого сами разберетесь говорит а пошел ты в жопу джерси вы чё шутите что здесь был черт подери был здесь что ты с ним сделал да откуда я знаю ты кусок дерьма так вмешаться ну-ка отвали джерси ты со мной будешь иметь дело да ладно ты чё также убьешь меня так же как и брата дима топор кому ты отдал его так я сегодня зол я сейчас посрать мне на что что он говорит на тебе с левой вообще ждал сушат и такую крепкий паренек у тебя я и смола чтобы из меня выбить все дерьмо а боленько нет а чё это достается все мэри а ты не такой уж крутой как кажешься подкадык тебе подыхалочку так вот сюда вот сюда вот сюда в зеленый шар твоей лысый черепушка лысая башка дай пирожка ой хорошо это моя драка но не сейчас тебя слишком мало это что за зеленый так лежит нормально так он превратился так беды превращайся какой-то прям патронус из гарри поттера нормально так по печенюшечке вот кто пошел локшина тут в этом эпизоде у совсем было мало я не защищаю два друга защищая своих шлюх ну давай попробуй меня остановить успел хорошо отвали ублюдок вот мой топор ну немножечко похребтение массаж массаж массажик рельсы рельсы шпалы шпалы я боюсь этого оленя если честно какой-то он блин нервный страшный я уверен успел куку 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 это кнопка всегда действует а минус один рога ой хорошо биг биг красава кто стоял драки в этой игре жан-клод ван дам судя по использованию окружающего окружение все-таки джеки чан так по моему кому-то сейчас оторвем челюсть я хочу это я хочу оторвать ему челюсть эй ублюдки я нашел его так пригодился нам коник конем похребтение подыхалки тяжелая статуя у статуи как говорится нету глаз должно быть больно так наше станет выбор по-любому установить или рубануть я чудо хочу рубануть я чудо какой-то кровавый парень ну чё еще раз попробуем ты не найдешь крюки там мина никто не может нету адреса нету какого-то определенное место он живет в темных тропах за солнцем в тенях но это хреновый ответ дверь его ответ она повсюду никогда в одном месте ты никогда не найдешь и даже крейн крейну пришлось использовать магическое зеркало тублюдок как ты с ним общаешься как ты с ним связываешься я не делаю он использует курьеров для всего воронов гоблинов дебильных этих братьев-близнецов кого угодно ты даже ничего не знаешь ни о чем а или ты что-то знаешь да ничего у тебя нет это белоснежка сломала зеркало никаких друзей ты даже не знаешь на самом деле владеет городом слухи распространяются быстро не важно что ты делаешь ты никогда его не достанешь ты хочешь постучаться ему дверь и увидишь что произойдет хорошо украина было зеркало а у кровавой мэри есть крейн поэтому бери свою команду иди к мяснику если я найду кусок зеркала я могу найти сученого человека вот в чем суть вот где происходит вся магия теперь оставь меня чтобы я смог найти аспирин а мэри там ты чё картинку тебя нарисовать я без понятия ты получил то что хотел давай проваливай эй шрифчик и девчонки все еще мертвы и ничего ты не сможешь делать чтобы вернуть их а я не знаю что они сделали но знаю одно они мертвы потому что сучен человек хотел чтобы они были мертвы вот чем суть так что ты можешь сделать что угодно ты можешь бить меня хоть весь день но ничего это не изменит я попробовал выслушать это не твой город это его город и все дерьмо уже готово для тебя покурить дашь мне нет свои покупай ну давайте подружиться с ним не все-таки топор так сказать прикурим трубочку мира по индийским традициям индейским вернее хреновая у тебя фирмочка сигаретта и тебе не за что я не буду врать если честно я долго выбирал кого из вас ударить этой штукой джерси был неправ а чем о тех девчонках ты все-таки можешь что-то с этим сделать ты можешь найти того ублюдка который это сделаем я план есть это то что я делаю поверь мне все это время я и составлял то долбаный план наверно ну ладно давай увидимся лаки поводок поймаю счастливый залог что ли да мы с ним это литературно а сам ты зачем займешься у нас у всех свои роли мы еще увидимся ну мне понравилась эта часть нашего прохождения тем что присутствовал экшен тоже я подумал что совсем не будет экшена так мясницкий так сказать лавочка поздний вечер не курить мы законопослушные граждане правовое государство вся фигня и хорошо что нам дает возможность немножко осмотреться потому что смотрю серия под затягивается была насыщена как событиями сюжетными так как я уже сказал экшеном что мне понравилось дала маленько разрядку мозгам потому что постоянно переводить диалоги причем присутствовал тут еще у нас и лягушонок которых как вы знаете я ненавижу потому что у него такой английский акцент и он говорит довольно быстро и заумно но главное что мы уловили идею главном что мы уловили суть главное что мы нас по следу круга тамена идем и будем заниматься мясной лавкой уже следующей серии возможно это серия будет уже последний четвертом эпизоде надеюсь вам понравилось следите комментарии подписывайтесь ставьте лайки все пока пока а и и и но и и Субтитры сделал DimaTorzok